Всем доброго времени суток! Вы на канале Марго Топс и сегодня мы поговорим об американском питбультерьере, о котором ходит немало мифов и легенд. Одни считают его лучшей няней для маленьких детей, другие же, только услышав это словосочетание, видят перед собой неконтролируемую и кровожадную собаку-убийцу. Кстати, поставьте лайк, если вы являетесь любителем или держателем данной породы и напишите в комментариях, какого придерживаетесь мнения о питбулях. Нам будет интересно ознакомиться с вашей точкой зрения и, конечно же, досмотрите это видео до конца. Возможно, после просмотра у многих развеются ложные стереотипы о жестоких повадках относительно этой породы. Незаслуженно плохую славу питбули получили еще 300 лет назад в Англии. Травля этих животных была в давние времена популярным развлечением. Собака должна была быть достаточно сильной и ловкой, чтобы наброситься на быка, вцепиться в него и, по возможности, отодрать плоть. Позже питбули и вовсе стравливали между собой в жутких кровопролитных боях, где победителем становился один из выживших. После того, как в 1835 году в Англии запретили бои, все боевые собаки, в том числе и питбули, стали считаться нелегальными. Так, в середине 19 века эта порода оказалась в США. В Штатах питбули стремительно стали популярными и получили официальное название «Американский питбуль-дерьер». Американский питбуль-дерьер – многогранная порода. В ней сочетается, казалось бы, несочетаемая бойцовские качества и уравновешенность, мудрость и детская шаловливость. Ее представители выглядят суровыми. Первое, что бросается в глаза – это необычная форма головы, широкие скулы, сильная толстая шея, широкая грудь и развитая мускулатура. В схватке питбуль способен бороться несколько часов, терпя боль и серьезные ранения. Он не предаст и не отступит, это не в его правилах. Порода зарекомендовала себя как идеального охранника для человека. Здесь, например, бесстрашный пес заметил змею на своей территории и немедленно принялся бороться с ней. Как только рептилия потеряла бдительность и отползла в сторону, питбуль моментально заковал ее в свои мощные челюсти и начал что есть силы изматывать непрошенную гостью до тех пор, пока та бездыханно не свалилась на землю. Поставьте лайк и напишите комментарий, если захотели себе в дом такого же храброго и преданного защитника. Общественное мнение в разных странах сложилось не в пользу питбуля. Его считают зверски агрессивным, и он порой одним своим видом вызывает у окружающих страх. На самом деле характер этой собаки спокойный и дружелюбный. Однако, чтобы в питбулле не развилась агрессия и жестокость, его стоит воспитывать с самых первых дней, самому не прибегая к даже самой малейшей жестокости по отношению к питомцу. Иначе эффект бумеранга рано или поздно может сказаться не в вашу пользу, как и с любой другой породой. Прежде чем двигаться дальше, у меня есть небольшой челлендж для вас, который займет лишь пару секунд. Красную кнопку вам нужно сделать серой, а потом клацнуть рядом по колокольчику. Вот так. Если вы это сделаете, то последующие пять лет вам будут попадаться только самые интересные видео на ютубе. Попробуйте, это действительно работает. Сегодня пес приходит на помощь полиции, специализируется на поиске наркотиков, служит инвалидом. Он бесценный поводырь и суперняня для малышей, но в то же время храбрый воин. Только посмотрите, на что способен питбуль на охоте. Из небольшого водоема собака сумела выловить большую ящерицу, чем-то похожую на комодского варана. Несмотря на то, что рептилия в первое время пыталась атаковать и сопротивляться, из этих цепких зубов она вряд ли сможет выбраться, ведь сила сжатия челюсти питбуля одна из самых сильных среди всех пород и составляет примерно 130 атмосфер. Как мы уже выяснили, питбуль-терьер сильная и мощная собака, которая может дать фору большинству пород. То, на что она способна, иначе как изумление вызывать не может. Где вы видели собаку, которая может прыгнуть на 4 метра в высоту? А как насчет того, что питбуль, прошедший определенный путь тренировок, способен перемещать груз, во многом превышающий его собственный вес? А если показать вам питбуля, который способен задерживать дыхание под водой и нырять за предметами, то вас, наверное, больше ничего не будет удивлять в этой жизни. Если подводить итоги насчет американских питбулей, то стоит еще раз подчеркнуть, что собака никогда и ни при каких обстоятельствах не будет бросаться на незнакомцев и проявлять агрессию, если она была качественно выдрессирована, и по отношению к ней самой не применялась жестокость. Всегда помните, что мы в ответе за тех, кого приручили. Не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева, которые в свое время не уделили должного внимания своим питомцам. Именно из-за халатного отношения людей в сводках новостей из раза в раз попадаются заголовки о жестоких нападениях питбулей на людей. Чтобы этого не происходило, нужно с глубокой ответственностью и серьезностью подходить к вопросу воспитания, причем не только питбулей, но и, в принципе, всех пород. Только выращенная в миролюбивой и благоприятной обстановке собака никогда не нападет и не причинит вред ни одному живому существу. Если вам понравился подобный ход мыслей, то обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, что думаете вы по этому поводу. Также напишите, поменялось ли ваше мнение о питбулях после просмотра видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить наше следующее видео о самом невероятном и непревзойденном хищнике на нашей планете. Поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями и в соцсетях. Вы были на канале Марго Топс. Увидимся на просторах интернета. Продолжение следует...